Встреча с Константином Затулиным начинается не с просьбы, а с конкретных предложений. На экране ноутбука проект по развитию яхтинга в Сочи. Разработал его Николай Гришин вместе со своими коллегами. Воплотить в жизнь эту инициативу мужчина пытается уже не один год. Когда-то мы предлагали такую программу только в рамках Краснодарского края. И край был готов начинать реализовывать такую программу. Но после присоединения Крыма и Севастополя Черноморское побережье увеличилось до границ трех субъектов России. И теперь, естественно, решение этого вопроса необходимо организовывать в рамках федеральной программы. И поскольку речь идет о федеральном уровне, Николай Гришин решил лично представить свои наработки депутату Госдумы. По мнению автора проекта, развитие яхтинга сделает Сочи еще более привлекательным туристическим городом. Насчет проекта, связанного с яхтингом, который я лично считаю, что правильная постановка вопроса. Я сейчас попробую разобраться, собирается ли морская коллегия что-либо дальше делать, как и Министерство транспорта, аминоком развития и так далее. Реализацию этого проекта Константин Затулин поддержал и отметил, что работая в данном направлении, необходимо затронуть и вопрос возрождения морского сообщения Сочи с другими черноморскими городами. Этот вопрос будет подниматься снова уже в составе нового правительства. Землю мою 70% отдали до домища. Я одна не пойму, как можно было без моего согласия или... А у вас правоустанавливающие документы есть? Да, все есть. А это уже вопрос личного характера. Александру Манукчану в 92-м году выделили земельный участок. Документы на право собственности есть. На участке уже давно построен дом. Он также в собственности. Вот только большая часть соток вместе со строением после межевания по каким-то причинам отошла чайному хозяйству. В этом случае очевидно, на мой взгляд, потому что человек не стал бы строить дом на чужой земле. У него есть документы, которые сегодня подвергаются сомнению, на том основании, что позже, его не спросясь, эту землю взяли и записали за кем-то другим. В данном случае за арендатором ЗАО Дагомыс Чай. Значит, мы разберемся. По каждому конкретному обращению будут составлены письма. Их направят в соответствующие органы. Решение всех вопросов также будет находиться под контролем помощников депутата Государственной Думы.